Добрый день всем! На данный момент у Кэнси Висп, Венжфул Спирит, Акс, Шторм Спирит и Сайленсер отправляются в баню и со стороны команды Рейв в бан уходит у нас Чен, НЧА, Бистмастер и Воид. Рейв не хотят видеть лесников, а Кэнси Висп все-таки нашли парня в лес, они третьим пиком забирают Энигму. В пике также у CSW Queen of Pain и Леон. Ну и со стороны команды Рейв, Виджи Доктор и Бэтрайдер у нас в пике. В общем-то, довольно интересная острота, мне кажется, должна вырисоваться у команды Кэнси Висп, с Энигмой неинтересно не бывает. Вот, одну секунду, сейчас выведем табличку на экран, но опять Шейкер, кстати, появляется третьим пиком для команды Рейв. Ждем еще по одному пику, а дальше уже будем по банам разбираться. В принципе, пока время есть, что можно сказать. Чат мы вырубаем. Квапа, скорее всего, Кэнси Висп пойдет в мид, ну Леон, понятное дело, саппорт на лайне и Энигма. Нет оффлейнера и нет мейнкерри для команды Кэнси Висп. Соответственно, у Рейв, у Рейв тоже мидер пока отсутствует, есть зато оффлейн и есть два очень неплохих саппорта. Ну, здесь еще остается мидера и керри. Короче говоря, главных персонажей пока команда Рейв не брала, оставили на потом. Пять секунд остается. Пора бы уже и взять. Кентавр появляется для Кэнси Висп. Вот, собственно, и игра становится интересной еще до ее начала. Кентавр не частый гость, но Кентавр всегда отвечает за нон-стоп экшн. Там действительно полнейшее веселье, когда в пике Кент все быстро бегают, все больно бьют, все такие деловые. Короче говоря, под ульт Энигмы самый раз. Цеплять может каждый игрок, засловить может каждый из пятерых, а там уже Энигма на голову с Блэк Холлом свалится. Медуза для Рейв. Нашли мы персонажа, который у нас будет фармить. И по пику, конечно, мне кажется, больше команде Рейв подошел бы Энигма. Вместо того же Шейкера, хотя, в принципе, Шейкера нужен цеплять. Или вместо Бэтрайдера на сложную было бы вообще интересно. Если бы Энигма здесь зашел для команды Рейв, тут страта приличная. И Шейкер, и Вич Доктор с Дезвардом и Медуза с Плэшом валит. Короче говоря, поменяться бы Рейвом, так они вообще в салат бы разнесли, я думаю, команду Кенсей Висп одними крутыми ультами. Ну и вообще дэмэджем по многим целям. На последнем этапе бана. СФ отправляется у нас в баню. И также Сларк от команды Рейв уходит у нас в бан. Ну и последний пик. Совсем немного времени осталось у Кенсей Висп. У команды Рейв, в принципе, та же ситуация. Там плюс-минус 5 секунд. В общем-то, долго думают настраиваться друг против друга. Пока что снайпер для Кенсей Висп. Ну, плыли-плыли, на берегу утонули. Вроде бы такой интересный пик. Какие-то более-менее свежие персонажи. И тут на тебе снайпер. Возвращаемся на 2 недели или на 3 недели назад. И ничего не меняется. Снайпер каждый день по 500 тысяч раз. Ладно, если персонаж, в принципе, не режется. Если персонаж контрится в редком числе случаев. Почему бы, собственно, его не брать? Понятное дело, что команды играют в серьезном турнире. Все это ради победы. Тут у них не шоу-матч, а обычный рабочий будний день. Вайпер. В это время для команды Рейв. И сейчас мы узнаем... Да, Вайпер в сложную пойдет. Райор будет на нем отыгрывать. Джейо фармит у нас на Медузе. Вич-доктор для каста. Крисси на Бэтрайдере. И... И-и-и. ИНБ будет у нас играть на Шейкере. Бэтрайдер отправляется в мид, насколько я понимаю. Если Джейо у нас будет играть на Медузе. Ну, тогда мы вообще возвращаемся на несколько лет назад, когда Бэтрайдер на миде абсолютно не контрился. Это очень интересно будет понаблюдать. Ладно. Со стороны команды Кен Сей Висп. 3-4-3 играет у нас на Леоне. Мусика играет на... Квин оф Пейнт. Туди будет играть на Кентаври. Снайпер... Для Чейнса. Не могу похвастаться хорошей памятью. Кто у нас для Энигмы, сейчас разберемся. Одну секундочку, я выведу на ваши экраны таблицу. По таблице, как видим, команда Рейв находится на четвертой позиции. 5 игр сыграно. 2 победы, 3 ничьи. 7 поинтов заработали. Ну и их оппоненты, команда СССР на седьмом месте. 5 матчей сыграли. 1 победа, 3 ничьи, 1 поражение. Видите, что 2 поинта их разделяет. В принципе, если сейчас 2 катки Кен Сей Висп забирает, то сравнивается с Рейв. Хотя и матчей, конечно, становится больше, но по поинтам, в общем-то, будет все одинаково. В принципе, относительная информация имеется. Кстати, появилось интервью с игроком команды Рейв. Что у нас, где у нас? Нет, у нас сегодня нет этого персонажа. Так, немножко я залип. Нет, это не то интервью, которое меня интересует. С Буги там появился интересное интервью. Читал я совсем недавно о нем. Может быть, будет пауза, расскажем. Ну или, если не ленивый у нас зритель и читал новости, тоже, наверное, мог наблюдать. Много рассказывал о Dota Asian Championship и их выступлении там. Ну, и вообще о жизни в Корее и Филиппинах. И вообще, как американские игроки, игроки американского происхождения, адаптируются в Юго-Восточной Азии. Ну, об этом чуть-чуть позже. Пока что давайте переключимся на матч. У нас Мусика отправляется на Квапес фармить в легкую. Помогать ему будет Леон, на котором 3-4-3 отыгрывает. И Чейнс отправляется в мид на Снайпере. И здесь, как я понимаю, да, Гоу-Дот у нас идет в лес. А Кентавр в Соло будет фармить в Сложный. Что будет мешать Кентавру и кто будет мешать? Каст здесь будет у нас саппортить Джей Йо, Вич-Доктор и Медуза. Ну и здесь тоже Криси, Соло. И ему, в общем-то, время от времени, я думаю, НБ будет помогать. Но так, по факту, НБ стоять на лайне нет никакого смысла. Его задача, я думаю, на первые минуты мид на нем пускай и концентрируется. Райор отправился все-таки в центр. Райор отправился в центр. Криси на Бетрайдере, хотя для Криси привычная позиция – это мидлейн. Вот почему я и задумался. И для Вайпера, в общем-то, Сложной тоже ничего сложного нет. Но Райор в любом случае отправился в центр. Возможно, это верное решение. Бетрайдеру полегче будет стояться. В Сложной уже настреливает Квапу. Квапа у нас вся черная с Квапы. На Квапе 4 стака напалмов. Еще бы и не быть черной. Зацепили у нас Криси. Прыжка пока не вижу. Да, нож полетел у нас в Криси. Криси всего лишь один стак бросил на Мусику. Зачем он за ним летит? Не понимаю. Еще один стак на 3-4-3. Ну, понимает он, что более-менее сайвовая ситуация. Можно, в принципе, и поиграть в эти игры с командой CSW. Ну, без фрагов разошлись. По Крипстатам на первом месте у нас Джио. У него 7 на 2. На втором месте Чейнс. Ну, и мид команды Рейв немного уступает снайперу. Всего лишь 3-4 идет. У нас Райор. У снайпера 6-4. Пока что действительно преимущество имеется для команды CSW. По общему фарму давайте посмотрим. Да, CSW всего на немного. Там 200 по голде и по экспириенсу 750. В любом случае, CSW немного впереди. Линии пока что за ними. Но Бэтрайдер толком ничего не выносит. Еще и, кстати, Бэтрайдера прогнали с линии. Пока он гуляет, там Квапа начинает уже лес выфармливать вместе с... Да, отводы были. Квапа, короче говоря, спокойно себя чувствует. Никто мусике не мешает. Все пока что получается. 12 на 3. Крипстат у... Квин оф Пейн со стороны команды CSW. По лайнам, в общем-то, ровно. Что приятно для Джио, это то, что Кентавр ничего толком сделать не может. Потому что здесь все время харасит его Вич-доктор. Тут имеются, понятное дело, неприятные каски, которые ни убежать, ни напасть не дают нормальной возможности. Ты просто не понимаешь. Полетит на тебя еще один заряд каски или не полетит. Что делать? Атаковать. Или можно начать атаковать и... С каким-нибудь крипом на двоих поделить каски и простоять сутки, пока тебя расстреливает вся команда. Короче говоря, очень неприятный артефакт. Ну, как мне. Как по мне. Он просто какую-то неуверенность сдает в самом файте. Потому что ты не знаешь... Полностью ломает, в общем-то, схему. Каст у нас... Зачем-то сделал спаун. Не понимаю. Повел за собой крипов каст. Для чего точно не могу сказать. Ребят, у нас опять трабл, да, с табличкой был. Что ж за донышко такое. Опять забыл табличку брать. Ничего не произошло. ФБ не случилось. Все стояли на лайнах, фармили. Но я думаю, по словам ее примерно понимаете. Да, табличку надо выводить будет все-таки после матча. Или повешать себе какую-то напоминалку. Или бить себя по рукам. Опять же, после каждого такого протупа. Дико извиняюсь. Но 4 минуты у нас... 2 минуты вы уже пропустили. Ну, думаю, больше такого не повторится. Выход у нас на мид. На самое интересное мы включились. Под хастой у нас здесь НБ. Готов уже цеплять Чейнса. Но Чейнс, по-моему, что-то своим... Снайперим носом унюхал. Отходит как можно дальше за Т1. Ну, можно выходить. Каст здесь. Фиссура готова. Готовы каски. Надо цеплять. НБ уже готов. Готов. НБ видит у нас Чейнса. Чейнс ловит у нас каски. По КД фиссура. После окончания действия каски. И все. В итоге наполучали больше, чем вломили. Вдвоем вышли игроки команды. CSW. Райор в это время у нас на половине ХП отправился под свой Тауэр. Недопонимание. В рядах команды Рейв. Иначе это просто-напросто не назовешь. Бэтрайдер отправляется в лес. Но здесь есть зачем побыть в лесу. Огромное количество стаков. Я думаю, еще один спаун появится. Наблюдаем. Пока ничего интереснее происходить не может. Нет, не появляется. Но это действительно был бы уже предел. Тут крипам некуда вообще бежать. Просто друг об друга бьются. Не могут нормально отойти от спота. В любом случае, бэтрайдер порядка 700-800 голды поднять должен. Что у бета? У бета третий левел. Напалм первый. Firefly второй. В любом случае, долго, конечно, дольше, чем это обычно бывает. Но забирает эти спауны. У Райора тем временем появился Ring of Aquila. И имеется Boots of Speed. У снайпера идентичная ситуация. По Нетворцу что там на миде? Ну, снайпер проигрывает по Нетворцу на миде. 2 200 заработал у нас уже Viper. И 1800 всего заработал снайпер. Viper выходит вперед. Ну и неудивительно. Нейротоксин прокачал. В принципе, поизы на так есть. Постоянно харасит у нас чейнца. Ну и коррозив скин на всякий случай. В общем-то, подходить сейчас чейну нет смысла. Потому что Viper Strike можно получить. И не уйти отсюда. Тем более, опять же, поизы на так. Еще раз обращаю ваше внимание. Промакшин. Тем временем Go Dot выходит у нас из леса. И, скорее всего, будет падать Т1. 3-4-3 уже вардит. Уже как-то пытается обезопасить свою команду. И все, в общем-то, у него получается. Вроде бы прожали Глифт. Но это все бесполезно. Ну вот, собственно, у нас забрали Райора. Отомстили, правда. Райор у нас упал на First Blood. Также у нас умирает Witch Doctor. Ну и снайпера забрали. Разменялись в миде. В принципе, можем посмотреть. Пока нам пошелся Тауэр, экшен на миде можно понаблюдать будет. Вайпер врывается у нас на Чейнса. Чейнсов зацепили. Вайпер страйк в Чейнса. Ну и Райор тут под ассасинейтом. Под сумасшедшим дэмэджем от Шрапнелли и от всего. Ну, Райор забрал First Blood. Забрал также... Ну, забрал снайпера на First Blood. Ну и сам слился. В итоге 3-4-3 тут по опыту до хрена вынес. Команда CSW пока что впереди. Счет 1-3. Давайте по начальным артефактам пробежимся. В принципе, уже 7,5 минут сыграно. Мусика выходит у нас вперед по Нетворцу. Забранный Т1. Все, естественно, сказалось. На экономике мусики имеется уже Power Threads. Есть 1200 на руках. Ну и здесь какие-то выходы начальные в Нул Талисманы. Но если так будут и дальше идти дела, дела у Квапы идут великолепно, то, я думаю, мы не увидим здесь никаких Нул Талисманов. Сразу пойдет выход в какие-то более-менее серьезные артефакты. На данный момент на втором месте у нас Джио. У Джио уже появилась Аквила. Есть Face Boots в курице. В курице пусто. У Джио также 600 имеется на руках. Ну что, готовится выход, наверное, у нас на Джио. Нет, Кентавр у нас здесь увидел каста. Будет ли цеплять его? Но есть же Стампид. Почему нет? Ну, не дадут касту бросить каски. Просто разобрали на куски. 4-1. Впереди команда CSW. Кэнс и Виспан начинают достаточно уверенно. Фёстблат у нас забрали. Рейв. Но сразу же после этого Райора развалили на миде. И пока что Рейв ничем толковым не отличились. У Вайпера тем временем появляется Хедреска. И готовится выход в Мекку 740 на руках. Ну, тут Пауэртрест бы дособирать. Потому что под шрапнелью снайпер и под шрапнелью и фазами гонять будет Райора очень сильно. И ХП понадобится. И понадобится мув спид повыше, чем от одного бутсов спид. Ну, короче говоря, лучший Брайор. Ну, опять же, насколько я могу советовать. Стампид у нас проезжали. Зацепили здесь внизу Джио. Джио 8-й левел, но нет маны на Стоунгейз. Хотя Джио отсюда умудрился уйти. Очень удачная фиссура на подсейф от НБ. И команда CSW осталась ни с чем. Ещё и Кентавра так сильно напинали, что могли и забрать. Туди отходит у нас. В Транквил Буци у Туди уже имеются. Есть Таут Шилт и в Курице тоже пусто. Курица пока у нас пустует с обеих сторон. У Леона Транквил Буци имеются. У Квапы. Вот, собственно, в дополнение к тому, что я говорил, появляется Персеверанс у нас у Мусики. И Нул Талисман откладывается, возможно, и не появится. Мантию можно продавать без вопросов. И постепенно выходить, я думаю, Линка. Да, тут собирается у Мусики. Ну, что же ещё может собираться у Квапы? У Энигмы тем временем уже появилась Мека. И имеется также Сол Ринг. Энигма нормально по фарму себя чувствует. Топ 3. 3 900. Практически 4 000 на данный момент. Ну, по команде Рейв. У Бэтрайдера мы видели появился Даггер только что. Транквил Буци также имеются. У Шейкера. До Даггера. Ой, как далеко до Даггера. У Шейкера. У Вичдоктора тоже самое. Ничего, кроме Бутсов Спид. И у Медузы. 1200 на руках. Ну и по вещам больше ничего нового не появилось. Ринков Квила и Афа Квила и Фейс Бутсы. У Вайпера 300 осталось до Мекки. Смог провязала у нас команда CSW. Я думаю, готовится выход на Райора. Стампит имеется. Надо Шапнелли стопить. Стампит провязали. Хекс в Райора. Райора здесь, скорее всего, разваливают. Туди клэпает у нас по земле. Ну, остановили у нас Райора. Райора очень быстро разорвали. Криси уже здесь. Мусика врывается у нас. Пережил Лассо и, в принципе, готов сражаться. Уже минус 2. Забрали также Каста. CSW подрались 2 в 0. Очень хороший показатель, по-моему. Команду Рейв пока что наклоняют, как минимум, к земле. А там дальше уже как получится. Но на данном этапе 6-1 счет. И по Нетворсу видим прекрасно. По общему Нетворсу 3 с лишним преимущества. CSW по Экспириенсу тоже за 3. Пошло у нас преимущество. Рейв потихонечку начинают сыпаться. И даже удивительно. По такому пику. А пик, в общем-то, вполне себе сносный. И ребята тут серьезные, которые не должны гибнуть. Но Вайпер у нас уже 2 раза умирал. И также у нас не должен Бэтрайдер вроде по факту умирать. Но у Бэтрайдера тоже... Хотя Бэтрайдер не должен умирать. Бэтрайдер и не умирает. Вытеснили просто слайна Криси. Вовремя ушел стопа. Пошел фармить стаки на лесных крипах. По Нетворсу Криси на 6 месте. Уступает Снайперу. Ну, даже нормально, в принципе. Уступает мид-персонажу команды CSW. Ну, Чейнс всю команду, честно говоря, немного подводит. Даже удивительно, почему команда так сильно выигрывает. И так далеко у нас по Нетворсу находится мид-персонаж, выигрывающий команды. 2-1 счет у Снайпера и всего лишь 4 тысячи по голде. Криси уже его обогнал. Ну, тут, в принципе, и Вайпер не блещет, но его можно понять. Командор Рейв уступает. Ну, на первом месте Мусика по-прежнему в топе. 5800 уже заработал. 4800 у Джио. Разумеется, Джио в перспективе Папа с ней будет, чем Квапа. С другой стороны, до того момента, когда Джио расформится, Квапа уже необходимые темы 100% вывезет из файтов. В Квапе надо меньше для большого количества демеджа. Джио, разумеется, очень сильно зависит от артефактов. Квапа может и просто через ульты, через Scream of Pain заспамить всю команду. Там Ауи очень серьезный у данного персонажа. В общем-то, маны хватит на раскаст. Даже пару раз, пару-тройку раз можно Scream of Pain и Shadow Strike в спину запустить. Это в одном файте. Джио, конечно, так сделать не может, но у нас забирают Снайпера. Снайпер просто гибнет и гибнет по КД. Райор здесь тоже отлетает. Миднайт пульс под ноги. И Голдот забирает у нас мидера команды Рейв. Опять же у нас мид несчастный. Что с одной стороны, что с другой. Снайпер умирает второй раз. Третий раз умирает у нас Вайпер. Какие-то файты странноватые происходят. Именно мид у нас главная зона баталии. На лайнах драк толком я не видел. Здесь пытались подраться, зацепить Джио. Но это закончилось просто-напросто ничем. А вот на миде как-то сыпется. Что один герой, что второй. Графики. Четыре с золотом со стороны CSW. Четыре Experience. Тоже для Кен Сей Висп. В спину у нас... Нет, не в спину. В лицо у нас Джио заходит Туди. Ну, Туди просто, видимо, пришел пофармить. У Туди 1500 на руках. Пока ничего не появляется. Я думаю, возможен выход в даггер. Но это не лишено было бы смысла. Стампид стампидом. А врываться на голову со станом тоже гораздо полезнее с даггера. У Вайпера появилось наконец-то мека. И после мекки еще 120 на руках. Готовится выход в Power Threads. У Энигмы давно мека. Но у Энигмы еще 1400 на руках после мекки. Тут тоже, скорее всего, будет... Я думаю, будет даггер. Так как команда CSW хорошо себя чувствует. И она действительно лидирует и по фарму, и по левелу. Поэтому есть смысл какие-то более-менее агрессивные артефакты собирать. Я, конечно же, говорю о даггере. Потому что БКБ артефакции Вовы, это если тебя атакуют. Если на тебя врываются, то есть смысл его юзать. А если будет врываться нормально у нас Энигма, то, в принципе, можно и одним даггером обойтись. Пока что рейв ничем вменяемым не ответили. Массфайты они проводят редко и практически безрезультативно. Только кое-как умудряются отковыряться и забрать снайпер. Но там снайпер, в принципе, есть. Все два фрага, которые команда рейв смогла сделать. Ну, пуш потенциал у команды рейв просто-напросто отсутствует. Какие-то герои, которые могли бы пушить товара, пока мы их не видим. И, я думаю, еще минут 15 не увидим. С руки бить товара это все хорошо, конечно, но для этого необходимы артефакты. Рейв артефакты выносить толком не может. Появляются какие-то бомжовые артефакты по типу Аквилы и прочего. Хотя вот Медузу немного отпустили. Разве что Медуза нормально подсобирала. Но посмотрите, пожалуйста, на NetWars NB и на NetWars Custom. Они в полнейшем ауте. 3200 у самого дешевого игрока команды CSW, у Леона. И 1300 у каста, 1300 у НБ. Понимаете, прекрасно. Почти в три раза саппорт команды CSW, худший саппорт команды CSW, переформил обоих саппортов команды рейв. Ну, понятно, откуда здесь тогда насобираться Даггеру, откуда здесь насобираться какому-то агониму, вменяемому хотя бы минуте к 25-й. Нет, у каста такой возможности нет. Каст три раза умирал. Один раз умирал Шейкер, никого не убивали. Ну, один разве что ассист есть у каста. Хотя после этого ассиста каст у нас слился. Собственно, плохо. Очень плохо реализуют своих персонажей, своих саппорт персонажей команды рейв. CSW как-то немного поувереннее дерутся в целом. И отсюда и преимущество. 5000 по золоту уже и по экспириенсу 5 с плюсом. И непонятно, собственно, как командир рейв свое положение исправлять. Как-то под смоком зайти ворваться, но CSW, я думаю, рассказ команды рейв должны переживать. Тут уже плотные ребята. У Кентавра 1100 на руках. Стампит тоже имеется. Энигма имеет Мекку. У Леона тоже, в принципе, все нормально. Леон сейчас соберет даггер. Его вообще ловить толком не получится. Кстати, очень ранний даггер может появиться у Леона. У Энигмы уже появляется даггер. То, о чем я говорил, и у Леона появляется даггер. Команда CSW прекрасно понимает, что они пока впереди и уверенно лидируют. Ну, до этого файта, конечно, и до этой драки. Что тут квапа забыла? Неясно. Как она сюда приходила, показывать вам не буду. Но то, что она здесь умерла в окружении четырех игроков команды рейв, это немного странно. Возможно, ворды, но вордов я здесь не вижу. Нет вордов. Вордов команды CSW здесь нет. Значит, квапа точно не вордила. Что она здесь делала, непонятно. Может быть, понял, Мусика почувствовал, что пора ему в чужой лес отправиться. Но отправился под фонтан. 3-7. Размен, разумеется, в пользу команды рейв. На графиках это сейчас отобразится. В это время у Мусики уже имелся алтимейтор. По золоту... Так, ладно, у нас драка. Потом золото моментально разваливается у нас каст. Криси летит у нас в лосо. Тащит за собой Леона. Леон тоже погибает. Туди здесь погибает, но Мусика вовремя возвращается в файт. Мусика, по-моему, выкупился и решил подраться. Пока все хорошо у него получилось. Джейо здесь зацепили. Stone Gaze юзает у нас Джейо. GoDot примерзает. Скорее всего, GoDot развалится, но Медуза решила отсюда подальше уйти. Ну что по итогу. Выкупился Шейкер. Пришел сюда НБ, но это все бессмысленно. У Шейкера теперь вообще беда будет. По золоту 350 всего на руках. Шейкера даггеря на ближайшие минуты. Не может забыть. По-моему, здесь у нас квопа выкупилась, когда начался файт. Это не отобразилось. Ну и выкупился Шейкер. В итоге подрались в пользу команды CSW. Ну очень круто у нас вернулся файт Мусика. Через Sonic Wave там дамаги влетело. Невероятное количество. Кентавр рассыпался. Леон у нас, в принципе, от одного бэтрайдера сгорел. Что удивительно. Только что нахваливал я мобильность самого персонажа Леона с даггером. Ну, понятное дело, когда в тебя врываются, не всегда успевается. Можно прокликать. Тем более часто врывается бэтрайдер после банки. Все, что нужно сбить, сбил. Конечно же, я говорю о даггере. И потом врывается в лассо. Для Леона, у которого 800 хп. Это, конечно, провал полнейший. Такой дэмэдж выносить он не может. Но готовится команда Рейв, как я понимаю, на Тауэр выйти. Тут уже оборона Сталинграда втроем, даже вчетвером, игроки команды CSW. Но Рейв передумали. Гоудот осмелел. Гоудот отправляется на мид. Сразу три игрока команды Рейв готовы уже с ним сражаться. Врывается у нас Криси. Правда, некуда врываться, потому что Гоудот вовремя опомнился, ушел назад. Чейнс отправляется в лес. Пока небольшое затишье у нас. Пока как раз рубеж 20 минут мы перешагнули. Можем по вещам разобраться. По графикам вы видели, что происходит. 5000 CSW, 5000 CSW. У Медузы появляется поинт-бустер. И в курице ничего. 2400 на руках. Джейо у нас отправляется в скаде. Врывается у нас Туди на опережение на Джейо. Но здесь просто по чуть-чуть попытаются похарасить. Хотя можно и развалиться. Удачно провязал Стомпит у нас в Туди. А вот Стомпит закончился. А здесь откуда ни возьмись Криси появился на голову Леону. И команда Рейв постепенно уменьшает преимущество CSW. 6-10. Отрыв сокращается. По золоту тоже. Кое-что у нас вырисовывается для команды Рейв. Сейчас упадет Тауэр. В это время у нас файт на миде. Намечается. Пуш со стороны команды CSW на мид лейн. Здесь должен упасть Тауэр. Да, Тауэр падает. Медуза его забирает. У Медузы, кстати, все хорошо. По золоту. Врыв у нас на каста. Кастки летают. Каст не будет кастовать. Я думаю, Дезвард просто-напросто не выживет в этом файте. Одного каста забрали. Тауэр тоже забрали. В это время Джей Йо начинает подпушивать по Т2. Здесь уже надо идти сейвить. Все это понимают. Прилетает сюда снайпер. Драка на миде закончилась. Драка внизу и не начиналась. Соответственно, закончилась давным-давно. У Чейнса появляется Мейлстром. Все. Я думаю, пушить дальше команды не будут. Пока отойдут порегенить ману и ХП. Можно посмотреть, у кого что появляется. У Джей Йо после поинт-бустера появился Ultimate Orb. Есть также 1800 практически на руках. Совсем немного остается до Eye of Scuddy. У Бэтрайдера. Форст-став уже имеется. Есть Войтстоун вместе с Staff of Featherdry. У Криси все хорошо по золоту. Криси чувствует себя уверенно. Топ-3. Скоро появится Юл. Совсем немного осталось. У Шейкера появляется Soul Ring и Tranquil Bootsy. 330 сверху. Но тут до Даггера очень долго. Может быть в каком-то вменяемом файте с удачным эхо-слэмом. Даггер немного приблизится. Но если такими темпами фармить, то конечно НБ так и останется без Даггера еще минут на 15. У Райора, Мека, после Мекки Яша, Ring of Aquila, Power Threads. Это мы с вами видели. У Каста 150 на руках. Ну, Tranquil. Мы здесь закупились все саппорты. Я говорю о Шейкере, говорю о Вич-Докторе. Со стороны CSW. Кто тут у нас на Bottom Tower вышел? Мусика решил на одинокого забрать Тавер. Все у него получилось. Point Booster есть. Linken Sphere имеется. Куда этот Point Booster? Дайте сообразить. Неужели Bloodstone будет у нас собирать Мусика? То, что он будет собирать Скади, в это я слабо верю. Куда еще может Point Booster вообще пригодиться? Что же у нас вообще с Point Booster бывает? Ну да, Ска, Аганим, в принципе, Гох поплавила в начале матча. В начале дня игрового. Конечно же, Аганим для Мусики. Все. Я уже Point Booster пририсовал. Такие мифические сборки. И Скади. И... Вторая линка. Райора у нас подцепили. Район очень быстро по Midnight Pulse рассыпается. Каски прилетели. Но это каски на похороны Райору. Готов врываться Бэтрайдеру. Бэтрайдера есть лассо. Правда, нет Firefly. Возможно, надо подождать. Пять игроков команды CSW во вражеском лесу. Встретиться ни с кем они не могут. Экшен у нас пока откладывается. По артефактам CSW мы так и не посмотрели. Можем досмотреть. 2500 на руках у нас у Квапы. Да, Аганима 500 голды. Всего это вообще копейки для Мусики. Он на первом месте по Нетворцу. У Снайпера после Мейлстрома. И после Мейлстрома еще 1200. У Кентавра Даггер постепенно Форстафр нарисовывается. И у Энигмы после Даггера 3000 по золоту. Энигма через 900 голды сможет БКБ покупать. И вообще не знать горя. Все необходимое будет у этого персонажа. Мусика врывается у нас Джейо. Стоунгейс если что имеется. Первый правда Стоунгейс на 15 левеле. Но теперь наверное будет максить. А может и вообще наплюет на Стоунгейс у нас Джейо. За Денайли Тауэр. Квапа не отдает Тауэр своим оппонентам. Она больше всех зарабатывает. И она дает меньше всех заработать команде Рейв. Классно отыгрывает у нас Мусика. У него 3-1-2 счет. По Крипам 172. Ну тут у Медузы 179. Но Медуза и Квапа тоже понимаете разницу. Тем более 25 минута уже Медуза обороты свои набрала для фарма. Так зацепили у нас Криси в лесу. Криси скорее всего погибает. Стоунг Питт наверное даже лишним был. Потому что имелся здесь Хекс. Ну ладно. Произвали и произвали. Не такой уж большой КД. 6-13. За Бэтрайдера заработали 533. И 400 Бэтрайдер свои еще потерял. Общие графики видим 7,5 по золоту. Команда CSW по экспириенсу тоже порядка 7,5. Что может команду Рейв спасти? Да Стоунгейз в принципе может спасти. Герои такие которые могут врываться и драки переворачивать на раз вообще. Тем более Рейв могут навязывать драку. Тут собрать всех вокруг Бэтрайдера который ворвется. А там дальше элементарно фиссура от Шейкера. Влететь. Эхо, слэм, каски. Все это возможно. Инициация имеется у Рейв. У CSW тоже имеется инициация. Но я думаю тут клин клином вышибают. Тут действительно против таких инициаторов как Энигма и например тот же Кентавр. Нужно нападать первыми. Потому что если они нападут можно писать ГГ. Здесь комбинация очень крутая. Я говорю конечно же о Стампиде. Я говорю о Блэкхолле. Блэкхоллов мы по-моему не видели. Даже удивительно. 26 минут ни одного Блэкхола от Энигмы я не наблюдал. На Райора не тратили Блэкхолл у нас. Когда на миде забирали он и так рассыпается. Странно даже почему такой ватный у нас Вайпер получил. Ну под миднайт пульсом сыпется в принципе любой герой. Команда CSW вышла на Рошана. Есть ли Вижен? Нет. Вижена у команды Рейв как вы видите никакого. Эта часть карты просто-напросто закрыта для них. Но это значит что они имеют представление где находится соперник. Но точно не знают. То ли они под смоком в своем лесу. То ли они на Рошане. Никто даже ухом не повел. На Рошана никто ничего чекать не стал идти. Ну собрали. CSW взяли у нас Даггерс. Взяли Аэгги. Сразу же под Стампидом решили направиться в сторону команды Рейв. Зацепили у нас каста. Стоунгейс прошел от Джио. Каст разваливается. Миднайт пульс под ноги. Туди кое-как живет. Джио по спине ему наваливает. Бэтрайдер у нас в таверну. После Фингеров в Дэс. И продолжается у нас драка. Джио остается без маны. Джио будут кайтить. И по демеджу Джио здесь не вывозит. Трипл килл от снайпера. Где этот подлец? Где он стоял и наваливал? Чейнс просто стоял и наваливал с вражеского хайграунда. 4 в 0. CSW по золоту. Заработали 2 100. Почеряли 1300. Игроки команды Рейв. 6.17. Становится счет. Теперь по преимуществу. И опять же. Опять же. Блэк Холл. Не был проюзан. Гоудот взял Энигму вовсе не для Блэк Холла. Как мне кажется. Иначе не могу ничем объяснить отсутствие Блэк Холла на 27 минуте. Он конечно вкачан. Но он ни разу не был проюзан. Если конечно же я не проглядел ничего. Разваливается Т2 у команды Рейв на миде. 6.17. По графикам 12. По золоту. CSW по экспириенсу 14. Опять же. Миднайт Пульс просто чудовищно дамажит. Герои подойти просто-напросто не могут. Райор стоит и клеится на ровном месте. Вроде бы никто его из крипов не бьет. Вроде бы из героев. Вообще на него никто не обращает внимания. Но Вайпер. Который в общем-то. Ну относительно танк в данной команде. Должен нормально дэмэджа в себя впитывать. Через коррозив скин. Мека. Все в принципе имеется. Тут БКБ скоро появится. Вроде бы должен танковать. И хорошо драться. Хорошо стоять в файте. Не умирать. А тут просто от одного Миднайт Пульса он сыпется. Ну понятное дело скилл очень крутой. Честно говоря как по мне. Мне кажется даже не пополезней. Но где-то мог бы он сравниться с Блэк Холлом. Блэк Холли еще попробую на дамаж. А здесь 100% зона драки. Накрывается розочкой. И все сыпятся. Независимо от того какое количество ХП у них имеется максимальное. Полезно. Плюс опять же плевать абсолютно на деф. Собираешь ты Кирасу. Не собираешь ты Кирасу. Есть у тебя там Шива с Гвард. Нет Шива с Гвард. Ты просто стоишь и просто мрешь. Короче говоря. Очень крутой скилл. По-моему один из наиболее полезных вообще в игре Дота 2. Но опять же это все субъективно. Все обсуждаемо. У Медузы тем временем появляется Манта Стайл. Тысяча сверху имеется у Джио. У Бэтрайдера Юл уже есть 880 сверху. У Шейкера до Даггера еще 1200. А уже заканчивается первый получаса игры. У Вайпера до БКБ еще целый рецепт. 1300 с копейками. У Вич Доктора тоже ничего хорошего не имеется. Всего лишь 600 на руках. А до Даггера вы прекрасно знаете. Ой до Даггера. До Аганима вы сами знаете сколько еще собирать. У CSW у Энигмы уже есть Блэк Кинг Бар. Есть Даггер. Есть Мека. Ну и Энигма раз прекрасно себя чувствует. Топ 4 на карте. У Чейнса тем временем. Имеет Семанта Стайл. Есть Мэл Стром. Есть Маск оф Мэднес. Фейс Бутс. Снайпер очень быстро стреляет под Момом. Давайте посмотрим. 0.50 на атаку. Два удара в секунду. Два удара в секунду по 170. Плюс молнии которые вылетают. Плюс потом будут иллюзии. Снайпер дэмэджа вносит большое количество. Даже у Леона саппорта команды CSW. Уже есть Даггер. Уже есть Форс Став. Ну ничем таким ни НБ ни Каст похвастаться не могут. Вы прекрасно понимаете что такое перефармленные саппорты. Это организация экшена. Это в принципе руководство всеми драками. Я думаю что никто не станет спорить что именно саппорты отвечают за организационные вопросы в файте. Где-то кого-то зацепить. Ворваться засловить. Ну и там уже подходят взрослые дядьки. Начинают настреливать с руки. А в основном это понятное дело что все лежит на саппортах. Есть такая возможность у команды Рейв. Имеется Блинк Даггер и Форс Став у нас у Леона. Есть все идентичное у Кентавра. Также у нас хорошо может врываться Квапа. Но это все встроено. Это все второй скилл. Так Квапа у нас просто начинает уже по крипам. Спамить Соник Вейвом. А почему бы нет. Есть Аганим КД. Очень маленький. Ну и плюс маны до хрена просто. У Квапы появляется Мистик Став. Тут еще начнется контроль над Джио. Тогда вообще не о чем будет разговаривать. Медузы у нас уже давным-давно забыли что такое Линкен Сфера. Когда Хекс будет влетать у нас в Джио. Тогда я думаю Джио примерно вспомнит что есть еще и такой артефакт. Джио покупает Демонедж. Даже интересно что это будет. Так у нас Стампид провязали. Но это отступать Стампид. Команда ССВ не решилась драться. Тут 3 в 4. Действительно может быть и не по шансам. Вот теперь Медуза думай. Ломай голову. Куда это? Это у нас Джио сорви голова. Или это у нас Джио просто надеется на криты. Или какой-нибудь МКБ для Медузы. В принципе без особой разницы. Ну интересно было бы Рапиру посмотреть. Возможно. Ну команда Рейв мягко говоря ниже копчика находится. Тут ситуация явно не в их пользу. 14 по золоту. 15 по экспириенсу. Да это все переворачивается. Но у ССВ слишком много вещей. Чтобы по щелчку пальцев команда Рейв могла удачно подраться и перевернуть эту катку. Тут уже одним файтом не отделаешься. И опять же контроля будет дофигища. Тут либо прокнет драка, либо пропрет, либо не пропрет. Если не пропрет, то конечно же ГГ. Но тут если не навязывать драки и если не драться удачно, то ГГ будет в любом случае. Потому что ССВ фармит лучше. У них больше территории для фарма. Как видите, вроде драк не происходит. А все равно график медленно, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Но ползет вниз в пользу команды ССВ. Я говорю сейчас о золоте. Наконец-то. Наконец-то у Шекера появляется Даггер. Что у нас у Вич Доктора? Вич Доктора что-то прилетело? Нет, в курьере пусто. Куда Вич Доктор дел деньги? Брасер купил у нас каст. И понимаете, что это печаль. Это уже разуверился. У нас Вич Доктор возможность хоть как-то что-то выформить в этой игре. Но 0-6-2. В принципе, на что вообще надеяться? Команда постоянно отдает у нас каст. А каст и сам, в принципе, мастер в любую задницу без мыла влезть. И там остаться мертвым. 0-6-2 у него счет. Ну, а гоним, если увидим. То есть, если только игра затянется минуты до 55-60-й. Хотя, тьфу-тьфу-тьфу, вчера им М5 и так не хватило. Мусика ворвался. Мусика сразу же ловит у нас лосос. Били линку. Должны разбирать. Но нечем разбирать. Очень сильно выдерживает у нас Мусика давление. Шекер у нас Эхо Слэм провязал. Непонятно вообще в кого. Все горят, вроде бы там. Но это все горят от Бэтрайдера. Пока что забрали одного Леона. Джио очень классно настреливает у нас по Кентавру. Кент развалился. Еще и каст пришел. Заработал себе ассист. Немного денег в этом файте насобирал. 2 в 0. Не самый удачный врыв у нас от Мусики. Ну Джио начинает драться с Голдот. 3 500 на руках у Джио. Ну же. Ну же, ну же, ну же. На байбек можно не оставлять. Ну Джио нет. Джио не такой сумасбродный, как мне казалось. Как мне хотелось бы. Правильнее если выразиться. У Джио появляется Манки Кинг Бар. Мусика в этом файте действительно огреб. Причем он ворвался. Всех на себя сагрил. Там злые ребята рейв дерутся, как в последний раз. Начинают истерить и бить вообще по всем, что стоит в зоне. И Мусика спокойно переживает все ульты. Улетает из файта и умирает вместо него Леон и Кентавр. Подставил, конечно, ребят, как только мог. Ну, безусловно, Джио на Медузе уже идет в отрыв. По фарму у него дела теперь будут лучше, чем у Квапа идти. Хотя Квапа большую часть артефактов, которые могла вынести, вынесла. Линкен Сфера здесь есть, значит, БКБ не так критично. Опять же, все равно все это контрится. БКБ контрится у нас Лассо. Мусику будут разбирать исключительно, я думаю, через Лассо. Больше некого. Ну, в общем-то, Квапа особо от фарма уже не зависит. Много всего необходимого вынесло. Кстати, Шива Сгвард появился у Мусики. Никакого контроля пока что на Джио не имеется. Я, разумеется, говорю о дополнительном Хексе. Хекс, в принципе, есть у Леона. Но Леон просто так Джио подойти вряд ли сможет. Леон еще на подступах развалится. Потому что дэмэджа здесь 200 с лишним, плюс сплитшоты. Короче говоря, Джио комплектован очень хорошо. На данную минуту достаточно круто. Есть три серьезных артефакта на дэмэдж, плюс здесь статы, и здесь, и здесь. Джио хоть что-то да вынес. 2-1-2 идет у нас с мейнкерри команды Рейв. По графикам давайте посмотрим. Отыграли по золоту практически 4000 игроки команды Рейв. И по экспириенсу тоже более 5000 в последнем фате. А это за двух несчастных персонажей. За Леона и за Кентавра, которые тут не решают. По факту Кримзон Гвард появляется у нас у Туди. Уже решила как-то перестраховаться. Команды ССВ что-то сильно горят. Джио у нас выходит на Т2 и скорее всего заберет его. Не могут пока ничего Джио сделать. Но, как по мне, Медуза на 50-й минуте контриться не будет ничем. Переживать у нас Джио наверняка будет. Все необходимое тут. Если на подсейф ребята придут, у команды ССВ начнутся проблемы. Судя по тому, как они друг к другу жмутся телами. И как они сгруппировались и ходят в пятером. Скорее всего они понимают, что проблемы уже настали. И пока с Джио разбираться, мягко говоря, нечем. А кто здесь что вывезет вообще? Кто сможет разбираться у нас с Джио? Чейнс пошел в статы. Чейнс собирает Скади. Скади не тот артефакт, который сможет у нас с Медузи что-либо сделать. Большая рыба лежит на земле и эту рыбу бьет 4 человека. Туди отходит, Туди на подсейф. Команда Рейв под смоком решила зайти на Рошана. Увидят, сейчас Туди все поймут. Стоунпит провязал у нас Туди. Джио в никуда отправляет Стоунгейз. Рошан все еще жив. Гоу Дот включает Блэк Кинг Бар. Будет ли у нас Блэк Холл? Будет у нас Блэк Холл! Три человека стоят в Блэк Холле, правда, нечем толком дамажить. Чейнс разваливает у нас корову. Но в это время умирает Энигма. Выкупается у нас Квапа. Квапа уже влетела. Квапа готова через Соник Вейв кого-то забирать. Райор жив. Райор пока что вполне в порядке. Туди просто стоит и умирает. Мусика здесь рассыпается под лосо. И Джио сейчас развалит у нас Кентавра. Нет, Кентавра отсюда улетает. Охренеть какая динамичная драка. 13-19 счет. По-моему, минус 5 был со стороны команды Рейв. Тут был байбэк от Квапы. Все, давайте файт рекап нам. Да, минус 5. 3600 заработали. Выкупается Бэтрайдер, но это вообще ничего не стоит. Бэтрайдер у нас... Все, пес, забыли об Утрайдере. 3600 заработала команда Рейв. И 2500 потеряли ССВ. В пятером слились. Кентавр кое-как забрал в панике Рошана. Но все это в никуда ушло, потому что моментально его разобрали. Но было вообще жутко наблюдать, как Кентавр стоит и лицом бьется в эту часть карты. Пытается как-то уйти от Медузы. И ничего у него, понятное дело, что не получается. Форстаф был в КД. Даггер постоянно сбивается через сплитшот. Вот теперь вопрос по поводу контриться, не контриться Медуза. В этой катке, мне кажется, не контриться. Вообще, по факту, можно говорить с Медузой. Можно на равных говорить. Там один антимаг чего стоит. С Манта Стайлом и фулл за паком Медуза очень быстро сыпется. Но в данном файте Снайпер точно не помеха для Медузы. Тем более, такой Снайпер. Посмотрите, прекрасно видно, в общем-то. 26 практически тысяч у Медузы и 16 тысяч у Снайпера. 10 тысяч перефарм. Ну, дофига, очень много. На 40% больше заработал Джейон на Медузе, чем Снайпер. У Шейкера имеется Даггер и НБУ нам уже кое-какое умение играть на этом персонаже продемонстрировал. Гоу Дот дал очень классно. Это, по-моему, первый был Блэк Холл за всю игру. И Блэк Холл был реально крутым. Он троих поймал. Правда, Снайпер, но он стоит и с пукалки своей стреляет. Это дэмэджа толком не наносит. Опять же, тут не пробивается у нас Медуза через Манна Шилд. Соответственно, сколько бы ни держал Энигма в Блэк Холле с таким запаком при мертвой Квапе. Надо только ждать, пока команда Рейф от старости умрет в Блэк Холле. Но не так долго, к сожалению, у команды CSW данный скилл действует. У Джио появляется бабочка и 2500 сверху. Аквила скоро у нас отойдет. И вместо Аквилы, я думаю, появится что-то повменяемый. Даже можно подумать о критах. Тут, в принципе, игра для команды Рейф выровнялась. И теперь они диктуют свои условия. Уже такие необдуманные шаги, как Рапира или прочая ерундистика, бессмысленны. Продается у нас Energy Booster куда? Войдстоун покупает у нас Джио. Для чего? Это, скорее всего, будет у нас Refresher Orb, как я понимаю. Если Персик дальше выйдет, ну... В Курице ничего, но, скорее всего, у нас Джио пошел в Refresher. Достаточно страдное решение. И это обсуждаемое решение. Но Джио не хуже меня знает, что ему необходимо. В принципе, если дэмэджа хватает, почему бы нет? Стоун Гейс реально в прошлый раз ушел в никуда. Был бы Стоун Гейс, файт, возможно, был бы без двух смертей со стороны команды Рейф. Три на руках есть. У Джио до байбэка. Все с байбэком в порядке. У Джио также имеются байбэки у нас у Снайпера и у Гоудот. Шейкер тоже с байбэком. У остальных байбэков нет. У Квапы 1500 на руках. Мусика выкупался, и это дорогого ему стоило. Разваливается Т2. Команда Рейф идет в наступление. Ну, по-моему, ССВ доигрались. Не додавили в свое время, а теперь с Медузой разговаривать попросту некому. Ну, взлетает у нас уже Криси в Файерфлай. Готовится врыв. Здесь иллюзии бегают Снайпера. Все прекрасно понимают, что это иллюзии. Джио просто стоит и в соло разваливает у нас Т3. Провязали у нас с Том Питт. Сразу же накричали на Каста. Дезварда, скорее всего, не будет. Райора поймали у нас в Блэк Холл. Каста я даже не заметил. Слишком быстро он развалился. Ну, где в это время Джио находится? Джио у нас уже отправляется в таверну. Джио разобрали очень быстро. Ну, и Криси здесь развалили. Триплкил от Чейнса. Чейнс, конечно, по чуть-чуть, по чуть-чуть, но долго. Файт был долгий. Бараки не пострадали. Просто на Т3 в четвером разменялись игроки команды Рэйв. По золоту здесь дофигища. Три отыграла команда CSW и две двести потеряли Рэйв. Теперь графики, которые, кстати, с 15 тысяч опустились до ноля, начинают опять двигаться в сторону команды CSW. По экспириенсу тоже рубеж в ноль мы перешагнули. И сразу же ответка от CSW. Нетворс. 27 тысяч у Джио. Но что толку, если Джио так хорошо рассыпался? Стоунгейс, по-моему, и не проюзал в файте. А может и проюзал? Нет, 90 секунд его нет в таверне. Вряд ли. Стоунгейс Медуза, скорее всего, не проюзала. Контроль был достаточно плотным. Ну, не помешало бы Джио, конечно же, собрать Black King Bar. Вот это действительно тот артефакт, без которого сложновато будет драться. Особенно контроль со стороны Леона, Хекс и подкоп. Мы только что видели. У нас и стана Джио вообще не вышел. Плюс здесь очень хороший бёрст дэмэдж от Квапы. И Соник Вейвы, и Скримов Пейн, и плюс Шива. И повторить потом, ну... Я думаю, ошибка в вопросе Войтсойна. Возможно, надо подумать о продаже данного артефакта. И купить Black King Bar, чтобы не так быстро умирать. Опять же, корь-герою команды Рейв. Джио вообще сейчас запрещено умирать. Он единственный, кто может команду CSW поставить на место. По золоту видим, что 4 тысячи здесь в файте. Ну и по экспириенсу с 3 до 8. 11 тысяч за один файт. CSW у нас отковыряли. Очень круто. Игра действительно интересная. 44 минуты, но вроде бы и по фрагам не так много. Но игра достаточно динамичная. Постоянное навязывание драг. Постоянное навязывание сопротивления на любой точке карты. Теперь команда Рейв направилась в чужой лес. Смока здесь нет. Рейв у нас решил деввардингом заняться. Да, смог. Ни у кого нет смока. У каста постепенно начинает появляться Аганим. Наконец-то. Поинт-бустер есть. 1300 на руках. Но тут брасерами немножко укомплектовался у нас Доктор. В принципе, и правильно. А тут Доктор. Что это за Доктор, если он умирает раньше всех? Никого не хилить. Дезвард я толком вообще в игре не видел. У нас уже даже Гоудот начал юзать. Начал юзать Блэкхоллы. А Вич-Доктор пока без вменяемых Дезвардов. Но это неудивительно. Мрет он просто по КД. В любом файте Вич-Доктор первый на тот свет. 0.77. На данный момент у Вич-Доктора КДА. У Джио 3.300 на руках. Курица. Да, никакого рефрешера. Думал, будет рефрешер. Нет. Джио у нас совершенно в другой артефакт собирается. Джио покупает Сайт Оввайс. Ну, теперь все. Теперь вопросов поменьше. Хотя, опять же, по-моему, Блэк Кингбар был бы пополезней. Медуза очень долго будет стоять в дизейблах. Все возможны. Кентавр стопит. Леон подкапывает. Леон в рыбу тебя превращает. Квопа тоже здесь словит. Энигма через Малифейс тоже стопит Медузу. Все вообще с Медузой. Никто не считается. Линки нет. Линки не имеется. Блэк Кингбара не имеется. Под сейва никакого. Медуза не снайпер. Она не может стоять с 4 километров и расстреливать. Врываться Медузе первой тоже, в принципе, смертельно опасно. Потому что вроде бы по хп все в порядке. И манашилд мощный. Но мы видели в прошлом фате. Я, честно говоря, пропустил, как Медуза у нас умирала. Она просто стояла на хайграунде. И, видимо, ее и контролили. Потому что больше контроля на карте я не видел. Значит, все влилось в Джио. Пока друг друга гоняли игроки команд. Ну, опять же, что это? Это диванная аналитика от меня. Разумеется, Джио прекрасно понимает ход игры. И не хуже меня ориентируется в собранных шмотках. Ну, просто как вариант. Посмотрим, опять же. Я не несу ответственность за то, что собирает Джио. А Джио ответственность несет. И следующий файт покажет, верно ли решение принял Джио. 1800 уже у него на руках. Но здесь теперь будет просто в байбеке копить у нас мейнкерри команды Рейв. У Криси имеется Блэк Кинг Барр. Криси умничка. Вич Доктор. 1800 на руках, впрочем, после Пойнт Бустера. У Вайпера есть Кераса, есть Яша, есть Блэк Кинг Барр. Еще 2800 у Райора. Можно, в принципе, как-то прогрейдить у нас Яшу. Даже не лишено смысла, наверное, выйти в Манта Стайл. У команды CSW, у Нигмы. 1700 на руках. Уже есть Рефрешер Орб. Теперь осталось только разве что продать Солу Ринг и собрать Аганим у нас Гоу Доту. Ну, тогда сыпаться будут все и очень сильно. Ну, тут, конечно, Аркан Буцы лишними не будут, потому что по мане Эдигма будет проседать невероятно мощно. У Кентавра, тем временем, появляется Форс Тафф, Кримзон Гвард, Блинк Даггер и 2300 сверху. Кент у нас еще за гемы отвечает. Это не... Нет, это не гейм Бэтрайдера. Гейм Бэтрайдера у Бэтрайдера. У Квапы 5500 на руках. Три крутых артефакта и 5500 на руках. Что будет собирать Мусика, увидим. Возможно, будет выход в какой-либо... В какой-либо дэмэдж еще. Обычный физический дэмэдж. Ну, встреча готова. По-моему, Мусика увидел у нас Джейо. Да, врыв у нас от Гоу Дота на Джейо. Блэк Холл. Джейо пока не проседает по ХП. А вот теперь посмотрим, что будет с командой CSW. Стоунгейз Джейо включает. Мусика примерз. Мусика на Лоу ХП отсюда. Еле-еле уходит. Чейнс отвечает за свои прошлые поступки на хэкграунде команды CSW. Джейо его разваливает просто в щи. 0 в 4 подрались. Квапа все-таки погибла. Добил ее. Не знаю, кто там ее добил. Отвалился у нас снайпер. Хорошо, разберем этот файт. 3000 по золоту. Зарабатывает команда Рейв. И 2300 теряет их оппонент команда CSW. Так, одну секундочку. Джейо. Но Хекс был проюзан. Дэмэдж, в принципе, который в Джейо вливался, это, как по мне, просто Миднайт Пульс, который под ногами был у Медузы. Под ногами. Какие вообще ноги? Под хвостом у Медузы был... Это еще неприятнее звучит. Ладно. Короче говоря, на земле лежал Миднайт Пульс. На нем стояла Медуза. И вот, собственно, Миднайт Пульс, по-моему, основной дэмэдж в Джейо и внес. Там с руки толком никто и не бил. Так, Блюскрин у кого? Кто у нас отвалился? У нас отвалился Снайпер. Да после такого развала и у меня Блюскрин был бы. Понятное дело, там компьютер отказался вообще реагировать на такой ход вещей. У нас НБ стоит, наверное. Ладно, все, у нас небольшая пауза. Кстати, почему бы не позаниматься самопиаром в такое удобное время? Пока не сложно. Пока у нас пауза. Заходите в группу ВКонтакте. У нас там все время появляются вводы наших матчей. Нажимайте подписаться. С начала следующей недели начнем разыгрывать крутые шмотки в Доте. Все это, естественно, требует подписки на группу. Если хотите немножечко приподняться по вещичкам, то, пожалуйста, подписывайтесь. Если просто интересная информация, то тоже подписывайтесь. Короче говоря, в любой непонятной ситуации подписывайтесь на группу ВКонтакте. Она под Твичом. И не забывайте нажимать фоллоу на Твиче, потому что для нас это очень важно. Благодаря вашим лайкам, благодаря нашим фолловерам на Твиче мы смогли вменяемое качество на Твиче получить. Немножко попозже будет еще мощнее железо и будет более благоприятная картинка на самом Твиче трансляции. Ну и для всех, кто любит у нас посмотреть уже прошедший матч или у кого не было возможности смотреть лайв-трансляции, на канале YouTube имеются все вводы Join.MLG Pro League. Все, что я комментирую, все туда отправляется. Вот такая вот небольшая рекламка. В это время команда Rave стоит и разваливает Рошана. Что будет со снайпером, если у него блюскрин? Как этот блюскрин вообще возможно исправить? Секунду написал Туди. Так оказывается за секунду у нас синий экран убирается. Я сносил вообще к чертовой матери систему, ноутбук продавал, покупал новый, когда такая ерунда на экране выскакивала. А тут оказывается за секунду снайпер может справиться. Ну пока что долго у нас идет секунда. Давайте по вещам пробежимся. Возможно у кого что новое появилось. У снайпера 2000 на руках, это после Мелнира, но Мелнир был достаточно давно. У Квапы 5 на руках и Квапа в таверне. Может быть не была бы Квапа в таверне, будь у нее не 5 на руках, а 1000. Из-за 4 какой-нибудь артефакт, какой-нибудь артефакт на сейв себе бы приобрела. Хотя бы Блэк Кинг Бар. У Кентавра 2400 на руках, в принципе набор артефактов старый. У Энигмы 1400, 1484 на руках. Все в принципе старое, что и было. Энигма Блэк Холл один раз провязал, это кстати тоже примечательный факт, вспомнил. Блэк Холл провязал, рефрешер нажал, а дальше из Стоунгейза так и не вышел. Нельзя ловить Медузу, точнее надо ловить Медузу в Блэк Холл до того, как она провязает Стоунгейз. Или хотя бы моментально кастовать этот Блэк Холл до того, как Медуза опомнилась после первого Блэк Холла. Ну короче говоря, Медуза Энигму вообще не пощадила. Вайпер у нас на лох ЭП, но зато усталый и довольный собой. 4200 на руках. Яша имеется, пока что ничего не докупал. Кираса тоже, кстати, сыграла свою роль, тут Джио по дефу вообще никак не проседает. 25 своих плюс 7. И от артефактов у Шейкера появился Форстафф и 1700. Ну нормально, Шейкер у нас уже начал свой малый бизнес, а тут до этого страшно было на НБ вообще смотреть. Шейкер у нас обогнал Леона. Леон ничего нового, кроме Геос Септра. У Вич Доктора 2000 на руках. Возможно, возможно, в далеком-далеком будущем, наконец-то каст у нас выйдет в Аганим. И проюзает вменяемый Дезвард, который бьет по многим, а не по одному. Потому что каст вообще у нас очень редко Дезвард. Здесь я вижу Дезвард в КД, но только что КД начался совсем недавно. Где он был проюзан, куда каст бил своим Дезвардом, толком я и не заметил. Ну понятное дело, тут все, Олайс он Медуза. Немного совсем сказали, что снайпер вернется. Немного времени нужно подождать. Ну где? Напишите, что ли в чат, кто там на кого что ставил. Я пока альтабнусь. Расскажите, у кого какие планы на... Так, ссылку на группу. Ребят, по группе. Группа под Твичом находится. Под Твичом, под самим окном трансляции, куча картинок. Вот одна из них, это ВК, игрокам ТВ. Туда заходите, там подписывайтесь и можете добавляться в друзья, писать вопросы, задавать. Я там являюсь администратором. Собственно, со мной напрямую вы общаться и будете. Если вдруг какие-то интересуют вещи, вопросы сотрудничества, вопросы просто какие-то рядовые или просто потрындеть ни о чем, пожалуйста, обращайтесь. Я всегда готов трындеть ни о чем. Это моя работа. Все у нас на рейвов, я смотрю, тащат. Арканы, арканы, золото, деньги, золото. Вот первый парень на CSW, еще один на CSW. Понятно, но я бы тоже на самом деле за рейвов. Но если бы в данном, каком-то на данный момент, если бы пришлось ставить, конечно, на рейв бы поставил с большей уверенностью, чем на CSW. Хотя тоже все может повернуться непонятно куда. Один какой-нибудь невменяемый слив. Я вон одно время насчет Empire так сильно разглагольствовал, что Empire так сильно не помню, против кого играли. Кого-то очень сильно тащили ногами вперед. И Resolution там так нафармлен был на лекане. Resolution на все деньги, на 6 с лишним у него было. Купил при полнейшей доминации, на все деньги купил на лекана рефрешер. Сразу же его поймали здесь. По-моему, в Black Hole, кстати, и поймали. Развалили моментально. Первая драка, которую оппоненты команды Empire выиграли. И сразу же пошли, снесли все. У Resolution нет байбэка, потому что у Resolution красивый зеленый камешек лежит в итем-билде. Но здесь, если ничего подобного не будет, но я думаю, здесь не должно ничего подобного быть. Во-первых, Джио просто по факту некуда положить нелепый артефакт по типу рефрешера на лекане. Ну, так быть точно не должно. Ну что, команда Rafe начинает давить. Aegis взяли. Aegis у нас у кого? Дайте ведь доктору Aegis. Что же он мрет постоянно? У Viper Aegis. Плюс у Viper еще и Tarasco купленная. Теперь пробивать Rayora будет очень сложно. Во-первых, Corrosive Skin. Во-вторых, Hats out Keras. Ну и куча ХП от Tarasco. Джио настреливает по баракам. Сам стоит, настреливает по баракам. Black Hole есть. Так, врыв у нас от Enigma. Enigma под Black King Bar. Двоих зацепили в Black Hole. Криси влетел вроде бы на GoDot, а по факту попал в Black Hole. Ну, теперь начинается развал у нас от Witch Doctor. Вард поставил. Вард дамажил очень неплохо. Ну, GoDot скорее всего разваливается. Мусика у нас в лосо сгорел. 3 в 0. Дабл килл от Viper. Наконец-то и Rayor в игру. Вступает Джио жив. Джио немножко побит, но жив. Ну, все. CSW поняли, что свою инициативу они упустили давным-давно. Минут 15 последний. Они еще кое-как сражались. Думали, вроде отпустят. Никто никуда их не отпустит. И рейв. В итоге нафармили до хрена артефактов на Джио. Джио разговор вел короткий с командой CSW. Ждем следующей игры. Это серия Best of 2. Здесь все матчи играются в серии Best of 2. В Join. MLG Pro League групповой этап. Ждем. Пока что один поинт заработала. Команда Rave. И посмотрим, CSW смогут ли ответить своим оппонентам. Пока послушаем немного музыки. Зайдите, посмотрите, что там в группе. Там вроде все в порядке. Насколько я утром проверял. Все. До связи. Через пару минут услышимся. Продолжение следует.